Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас об 11 главе послания к евреям. С 11 главы начинается последняя часть, последний, заключительный раздел послания к евреям, и здесь в основном разговор идет, собственно, о вере. Вера, что это такое? Та вера, которой будет жив праведник, та вера, которая делает нас участниками Нового Завета, та вера, которая движет нас по пути за Христом, которая делает нас теми людьми, которые искуплены жертвой Христовой. Что это такое? Что вообще под этим словом понимается? Не будем еще забывать, что автор послания к евреям пишет по-гречески, и совершенно не очевидно, что то, что в греческом языке означает это слово вера, пистос, что это в полной мере выражает его мысли, поэтому еще он прибегает к примерам и разъяснениям. Итак, в предыдущей главе, как мы с вами видели, вера – это то, что необходимо нам для того, чтобы следовать за Христом в ожидании того дня, когда Он придет. Ну и вот, что же это такое? Начинается 11 глава такой удивительной формулировкой, первый стих ее «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И знаете ли, мы из катехизисов знаем, что вот так, вот такая формулировка «Привыкли» – это из своего рода такая теорема Пифагора «Ночью разбуди» наизусть должен объяснить, что это такое. Но на самом деле само по себе выражение чрезвычайно сложное. И передать его на современный русский язык очень и очень трудно. Скажем, привычное нам синодальное «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» в церковнославянском языке, в нашем обычном церковнославянском переводе, «Уповаемых извещения вещей обличении невидимых». Наш синодальный перевод предполагает, что ты уверен в существовании того, чего ты не видишь. Там невидимого Бога, невидимого рая, невидимых еще чего-нибудь. Ну и, соответственно, в этой логике, если мыслить так, как мыслят авторы синодального перевода, то дальше Гагарин летал в космос, Бога там не видел, и все, вопрос закрыт. Как вы понимаете, это явно неудовлетворительное понимание сути того, что хочет сказать автор послания к евреям. В переводе, сделанном под редакцией епископ Косяна Безобразова, смотрите, этот же стих передается вот как. «Вера есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим». «Вера кладет твердым основанием надежду и являет незримое». Это, соответственно, перевод Андрея Сергеевича Десницкого. Дальше всю оставшуюся часть послания автор будет разъяснять, что он под верой понимает доверие Богу. Мы доверяем Богу, и тем самым невидимое удостоверяется для нас, становится явным. Мы видим – это обличение невидимого. Оно становится наличествующим, тем, что можно лицезреть, потому что мы доверяем Богу. Вера дает нам познать, как одним Божьим словом сотворены миры, из невидимого произошло видимое и так далее. Доверие – значит, ключевая идея здесь для автора послания – это доверие к Богу. И дальше он приводит огромное количество примеров, с трудом себя останавливая в перечислении, в рассказывании увлекательных историй, которые он слышал с детства и которые он хочет напомнить читателю. А суть, в общем, именно одна – доверие. Без доверия Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что он есть и ищущим его воздает. Вот доверие к тому, что Бог откликнется, не только вера в то, что Бог существует, это своего рода банальность. Сказал безумец в сердце своем, Бога нет. Это важно. По большому счету, понимаете, вера в то, что Бог существует, это еще далеко не все, что нам нужно, к чему мы призваны, что для нас с вами требуется. Вот, смотрите, дальше он говорит, эта вера позволила Авелю принести жертву лучше, чем у Каина. И эта вера свидетельствует о том, что Авель праведен. Енох доверял Богу, поэтому был переселен, не увидев смерти. Вот, и вообще без такого доверия Богу угодить невозможно. Дальше. Верой Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Значит, автор вспоминает вот эту историю с Ноем, когда Ной получил откровение о том, что развратилась всякая плоть перед лицем моим, и будет поэтому потоп, который уничтожит все население Земли. И вот Ной, живя посреди пустыни на своем приусадебном участке в шесть соток, начинает строить океанский корабль. И все соседи крутят пальцем у виска и говорят, ты с ума сошел? А Ной доверяет не им, а откровению, которое дал ему Бог. И поэтому оказывается прав, и поэтому спасается. Вот что, собственно, вера Ноя. Вот как он доверяет Богу. Дальше автор обращается к истории Авраама и Сары и говорит, вот верой Авраам повиновался призванию. То есть, собственно, Бог Аврааму сказал, бросай все и пойди туда не знаю куда. Иди в землю, которую я укажу тебе. Бог не давал Аврааму карту или туристических проспектов с пляжами Мертвого моря. Авраам не знал, куда Бог поведет его, но он встал и пошел. Вот что такое вера для автора послания к евреям. Вот что такое доверие. И пошел, не зная, куда идет. И дальше он говорит о том, что верой Сара, будучи неплодно, получила силу принятия семени. Без лишних подробностей, но все же он напоминает читателю об этой истории, когда очень и очень старые Авраам и Сара рождают ребенка. Но ведь для того, чтобы это произошло, должно было произойти некоторое событие между Авраамом и Сарой, которую здесь автор называет Сара, получила силу к принятию семени. Эта вера позволила принять его семя Саре. Ну, ведь им по сто лет, обоим. И для того, чтобы это было возможно, каждый из них должен принять участие в этом событии. Не махнуть рукой и сказать, ладно, ничего не получится. Им сто лет. Но, тем не менее, они доверяют Богу и делают то, что необходимо. И рождается наследник. Вот это, ну, наверное, для современного читателя, так сказать, непривычная акцентировка. Но, тем не менее, автор-то говорит о доверии, которое выражается вот в таких странных вещах. Ной со своим ковчегом, Авраам со своим выселением из Харана, Авраам из Сара. Дальше он говорит о Аврааме, который приносит в жертву Исаака, своего единственного сына. Потому что, как толкует автор послания к евреям, Авраам верит, доверяет тому, что Бог силен из мертвых воскресить. Снова разговор именно о доверии. Вот что для него означает вера. Вот что значит уверенность в невидимую. Значит, доверие тому, что от невидимого Бога исходит, доверие тому, что этот мир Божий, покой Божий, как об этом говорил автор в самом начале послания к евреям, что вот этот покой Божий реально для нас открыт. Вот это доверие. И он говорит о том, что они все, эти люди, пример которых он приводит, они все умерли. Они все умерли, не получив обещанного, только издалека видели это и радовались, называя себя странниками и пришельцами. Обращает он внимание, хотя это явное совершенно отклонение в сторону от магистральной линии его рассуждений, тем не менее, он говорит, ну вот посмотрите, они говорили о себе, что они странники, что они ищут родину. Ну вот это значит, что они стремятся к истинной, к небесной, к лучшей родине, поэтому Бог не стыдится их. Далее автор послания говорит также о вере Моисея, вернее, о том, как это проявляется в историях, связанных с Моисеем, начиная с рождения Моисея, которую родители спрятали. И, доверяя Богу, Моисея отказался называться сыном дочери фараоновой, доверяя Богу, он захотел страдать с народом Божьим, доверяя, совершил Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их и так далее. И, наконец, в конце главы он пишет, ну и вот сколько можно еще перечислять, что еще тут добавить? И говорит, Гидеон, Варак, Самсон и Ифай, список явно совершенно у него просится буквально на пергамент, или скорее на папирус, конечно, длинный-длинный список всего того, что с доверяющими Богу людьми происходило, и список имен, но он себя останавливает, останавливает просто потому, что это можно бесконечно писать. И так говорит о том, что мы, следующие в Новый Завет Христа, откликаемся, отзываемся на этот призыв именно через доверие Богу. Вот. И на самом деле, приводя примеры Ветхого Завета, он говорит, что и там-то тоже шли реально за Богом те, кто ему доверяют. Те, кто ему доверял. И заканчивается 11 глава, тоже очень важной, идеей автора послания. Идея эта заключается в том, что они, вот все те люди, о которых он вспоминал, они все, конечно, свидетели веры, и мы знаем об их вере, но они не получили обещанного, не получили обетования, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Автор не имеет в виду, что нам будет лучше, чем тем, которые верили когда-то. Нет. Лучшее заключается в том, чтобы мы все вместе достигли совершенства, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они доверяли Богу в ожидании Христова Завета. Мы доверяем Богу, уже вступив в Христов Завет. И все вместе оказываемся у престола Божьего благодаря одной общей жертве Христовой за всех нас, той жертве, которой мы доверяем. Продолжение следует...